Я была на работе, все уже прошло до первого этажа. И что мне теперь делать? Диван плавает, телевизор не показывает, небо вся испорчено, потолок весь течет, света нету. Блокнот Воронежа приехал в дом номер 20 по улице Березовая Роща. Именно здесь начало отопительного сезона обернулось пятиэтажным потопом. Подробнее об этом нам сейчас расскажет местная жительница. Этого октября я была на кухне, но минут 10-15 меня не было. Я захожу в комнату, слышу, все шуршает, не пойму, где одну комнату открыла, ничего. Второй открываю, тут уже потоп. Льется все с потолка, льется все по стене, льется все по ковру, льется все по дивану. Это буквально минут за 15. Все промокло. Куда можно только? Начала звонить. В компанию я не могла дозвониться, вообще не могла дозвониться. Начала звонить 112. Они мне перезванивают, что мы тоже не можем туда дозвониться. Я побежала, а здесь сидят слесаря. Там замок, там никого нету. Короче, два часа никого не было. Два часа это все лилось. Потом я позвонила нашему бывшему слесарю. Он у нас работал. Сказала, что помоги. Он говорит, я на Березке. Сейчас, говорит, приеду. Он приехал, пошел в подвал. Он не мог перекрыть дом, потому что там все, говорит, сломано. У него был телефон нашего слесаря. Слесарю он позвонил. Он сказал, я обедаю в 30-м доме, куда я бегала. Но потом он прибежал. Он прибежал, бегал туда-сюда. Но кое-как воду эту перекрыли. Вода перестала течь. Все мы начали собирать. Все тут было. И вот капало только, наверное, сегодня ночью все перестало капать. Капало люстры, капало, все лилось. Все-все-все-все-все. Пришла описывать комнату. Телевизор не входит, свет не входит. Это не входит. Входит только потолок, стены и пол. Насчитали мне вчера 18 тысяч. Берите, Надежда Михайловна, ни в чем себе не отказывайте. Компания отписалась, что они, что как будто жильцы залезли на чердак и открыли сами. Кран, чтобы пустить отопление. Извините, кто полезет наверх? Лестница у нас примкнутая. Как залезть на чердак? У нас уже одну лестницу своровали. Мы эту лестницу примкнули на замок. Кто полезет? У нас живут одни квартиранты. Извините, вот такие, как я, бабушки. Все. Когда слесарь слез с чердака, он сказал, от высокого давления кран лопнул. Мы попросили. Я говорю, вы снимете кран, отдайте нам. Хорошо. Никто нам чего не отдал. Но они написали свою версию, что мы открыли этот кран, чтобы пустить отопление. Что как будто жильцы замерзли и решили сами открыть отопление. Вот и все. Вся история. То есть у вас не было включено отопление? Не было. После отопления 6-го было 9-е. Никто ничего, нигде ничего не шуршало, нигде ничего не гремело, не предвещало ничего, что пустит 9-го числа отопление. Я вот сколько живу здесь, такой вот первый раз. Я уже здесь уже давно живу. Такой первый раз. Может быть, где было в квартирах, я не знаю, но не говорили жильцы. А вот такой вот первый раз, чтобы вот так все затопило, просто все. Насколько я знаю, у вас и подвал начал затопливаться. В подвал утром я ушла на работу, мне присылают видео, в подвале все парит. Тут текла холодная вода, в подвале текла горячая вода, кипяток. Туда зайти было нельзя. С какого момента она начала парить, не знаю. Но ночь точно там все парило. У людей там и банки, там и все-все-все, не знаю. Я еще не ходила, не смотрела, может быть, там все полукалось. Лился кипяток. Ну, началось вот с этих труб, вот эти трубы все текли. Вот трубы. Все текло вот туда вниз, вниз вот эта вся часть текла. Подтекло все по окну. И вот эта вот верхняя вся часть, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда прям до стенки. Отсюда вот вывлылся булыжник. Вот все, все текло. Пострадала только эта комната у нас? Ну, пострадала только эта. Это благо, что мы кто-то были дома. Если бы мы не были дома, то я не знаю, что бы тут было. Мы в Ведер-30 собрали воды с пола. Вот видите, что лежит, это что вот теперь все. А ваши соседи внизу? Внизу все соседи пострадали. Лена подо мной плавает. Ира тут с третьего этажа тоже плавала. Никто никуда. Я им сказала, в управляющей компании, говорю, к вам не дозвонишься. Пожар, потоп, к вам не дозвонишься. Она мне сидит, девушка, и говорит, да, не дозвонишься, бабушки вот звонят, заявки делают, подъезды не убираются, дворы не убираются. Вот они и звонят. Я говорю, потому что вы не хотите никому ничего платить, никакие деньги. У нас двор не убирается, у нас подъезды не убираются раз в месяц. Извините, мы 1700 платим за содержание с одной нашей только квартиры. А куда деваются наши деньги? Я у нее спросила, ну как мне попасть к вашему директору? Или к инженеру. Я хочу поговорить, когда меня затопило. А что вы хотели? Так она мне не сказала. Я говорю, я могу записаться на прием, я хочу с ним поговорить. Что вы хотели? Говорите сюда мне. Все. Я ничего там, мы ходили с Ириной, с третьего этажа, мы ничего с ней не добились.